Итак, у нас очередное занятие. Мы закрепляем команду сидеть и добавляем команду хир, которая у нас должна в принципе легко получиться, поскольку у нас уже практически есть сидеть. Берем лакомство, вспоминаем зиц, зиц, да, молодец, хорошо, да, браво, зиц, зиц, да, молодец, хорошо. Зиц, да, молодец, умница, хорошо, еще раз, хорошо, зиц, да, хорошо, умница. А теперь хир, хир, то же самое практически зиц. Хир, хир, деть, если мы садимся криво, мы немножко отправляем, хир, вот, молодец, умница. Да, да, хорошо, да, хир, да, ну, само собой, как правило, получается. Хорошо, хир, задача наша, чтобы собака садилась как можно ровнее. Хир, нет, хир, хир, да, молодец, умница, хорошо, молодец-то. Хир, да, вот так, молодец, хир, да, молодец, умница. Хир, да, молодец, вот так, хорошо. Давай попробуем, здесь две хир, хир, да, вот, молодец, хорошо. Хир, да, молодец, умница, хир, да, вот так, умница. Хир, молодец, умница, то есть мы сейчас соединили наше упражнение смотреть в глаза и упражнение зиц. И все, оно само собой соединяется, если правильно делали перед этим. Хир, отцеловала, да, молодец, хорошо. Хир, нет, нет, хир, нет, хир. Вот, хорошо, да, молодец, хорошо. Хир, хир, нет, хир, вот так, молодец, хорошо, браво, молодец, хорошо. Нет, не прыгай, хир, 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 да, вот так, хорошо. Молодец, хорошо, браво, 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 браво Но упражнение удавляет быстрее, поэтому мы закончим старым тем, что она умеет. Это зиц с остановкой. Чуть-чуть поменяем руки и позицию свою, чтобы в разной позиции зиц выполнялся. Зиц. Да, молодец, умница. Иди сюда. Хорошо, хорошо. Зиц. Да, молодец, зиц. Зиц. Опять тебя отвлекает. Идной. Зиц. Да, хорошо. Зиц. Зиц. Нет, нет, нет. Иди сюда еще раз сначала. Зиц. 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 Хорошо, молодец, умница. Разом иди сюда. Зиц. Хорошо, молодец. Всё терпеливо, не спеши никому. Хорошо. Если что-то не получается, просто переделаем. Зиц. Зиц. Молодец, умница. Хорошо. Браво. Молодец. Зиц. Зиц. Молодец. Браво. Еще раз пыталась на один раз. Зиц. Да, молодец, умница. Зиц. Хорошо. Зиц. Зиц. Да, молодец. Нет, нет. Зиц. Зиц. Если встает, бежит, просто возвращаемся на исходную позицию. Хорошо. Молодец. Зиц. Да, молодец. Хорошо. Умница. Браво. Всё. Сустили. Наш уход. Сустили. Объясню маленький момент по поводу обучения команде сидеть. Почему мы выбрали такой вариант, когда не вверх поднимаем руку, чтобы собака как бы отъехала назад и села, а наоборот чуть-чуть вперед и придавливали сверху круг. Всё это делать для того, чтобы в будущем мы не получили проблемы, когда собака к нам подбегает, подходит, она в нас как бы врезается, что очень часто бывает у доберманов. Поэтому заранее, чтобы избежать этой проблемы в будущем, мы обучаем эту команду именно так. То есть собака, когда будет бежать к нам в будущем, она будет думать о том, как бы приземлить, припарковать зад лягушечкой, а не так, чтобы в нас врезаться и откинуться назад. И мы избежим очень многих проблем, особенно с аппортировкой, особенно с доберманами, которые почти все имеют склонность разогнаться и с разгону в проводника врезаться. И быть этому очень счастливы. Наша задача именно этой командой сидеть, минимально свести эти риски к минимуму. Плюс команда сидеть, именно техника самой усадки, она будет нам нужна везде. В позиции фуз рядом, везде абсолютные. Поэтому, если собака научится делать именно так, как мы обучаем, мы избежим второй проблемы у собаки с усадкой, что, опять же, свойственно доберманом. Это подвисанием, оставь мисочку, подвисанием неполной до конца усадкой собаки. Собака сейчас думает именно о том, как бы ей быстренько подобрать свой зад и приземлить, а не просто сесть и все. Ну, посмотрим, как у нас это получится в будущем. Пока получается. Собака явно полюбила эту команду. И она знает, за что она получает лакомство. Именно за то, что она до конца, до самого пола быстро плюхнула свой зад. И на это дело у нас ушло в четыре дня. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок